всем привет из красноярска им привет значит сегодня 11 день пути у нас 12 мая вчера мы проехали 460 километров заехали за красноярск за края сноярск мы отъехали приблизительно километров наверно 5 от последнего свородка вчера нам не получилось попасть краснояр застряли пробки и березов куда казалось бы идет подход с федералки съезд две полосы в каждую сторону а когда заезжаешь за березов в березовку въезжаешь все по одной полосе узкой старой дороги и на видео видно что да что в то что в ту сторону там мы простояли уехали думали вообще уже может не поедем но решили сейчас съездить в супермаркет в ленту потому что у дочи кончились до памперсы и снимем продукты вам все покажем расскажем в общем вот как-то тогда почему мы заехали здесь остановились значит перед красноярском за 30 километров кончились кафешки последняя была где стояли фуры и кафешки это за 30 километров до красноярска потом ничего нету заезжаешь по федералки за красноярске где-то отъезжаешь километров 5-10 и только потом начинается казалось бы город населения больше миллиона нет не тупиковый город до транзитный здесь очень много мимо ездить и туристов и путешественников типа нас и фуры тут все заставлено вот мы остановились кафе викинг вчера покупались в бане вообще обалденная видео засняли ага здесь все заставлено было фурами а вот именно ближе ближе красноярску ничего нету ну вот как-то тогда интересно кстати красноярск самый восточный стране город миллионник и вот так вот ну ладно едем дальше вот оно это кафе викинг здесь вот за ним находится баня если кому вдруг пригодится в пути здесь же постирали нам все наши вещи стирка 1 100 рублей того точно я дам юрта так ради подается вот всем совет ребята через сухую балку нормальный вес красноярск летать как вы вчера пытались пробраться через березовку мы же не знали что там такая дорога здесь по три полосы в каждую сторону вот вот такое красноярск снимаем дальше проръем это большой завод развязки пока развязки ли гулки с этой стороны пока частный сектор так и 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 Пока не встретили ни одного памятника, ничему. Да, кстати, по сравнению с Солонодой, да. Очень много бас, пиломатериала. А вот справа. Снимай. Снимай. Тут только разворот. Мы не специально. Простите на выбор навигатор. У нас 28-го региона. Да ладно, ты не переживай. В таких больших городах, кроме Владивостока. Мерседес-Бенц, если не видно, Орион. И вон католическая церковь. Ага. Извиняюсь, сказала католическая, а она баптийская церковь. Вот такие пробки. Не большие, но и тем не менее. Стоишь на светофорах. Мне кажется, после Благовещенска любое движение в крупном городе будет казаться пробками. Икея тут есть, ребята. А мы едем в ленту в гипермаркет. Поснимаем там. Дождик уже почти прекратился. Ага. Стоимость шашлыка. Тихо-баба. 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 Удивитель 20 рублей. Тихо-баба. Стоимость 200 рублей. Стоимость 200 рублей. Читова. Вчера Кранск. Мы думали колеса поотрываются. Они не такие как в Канске. Тем не менее. Для города Миллионника. Продолжайте движение прямо. В Благовещенской дороге все-таки были одни из лучших. Да. В Благовещенской дороге Сибирский городок. Вон аллея гипермаркет. Можно было в принципе сюда. А вон лента. Мы уже приехали. Он нас туда и ведет. Продолжайте движение прямо. Затем поверните налево. Затем поверните направо. Снимаешь? Ребята, это первое ТФС, встреченное нами. Не в Китае. Сейчас мы сравним. Счастье есть. Его не может не быть. Наконец-то сама за рулем. Ну, пошли в ленту. 32 кассы. Почему? Все правильно? Скорее всего, как сам. Бери вход самого дальнего. Конечно, намного дешевле, чем у нас. Вот такие у нас вообще по 70 рублей. По 80 рублей. Мясных надо взять. Она же мясо любит. Мясные возьми. 2 бутылки Беллс. Любитель анвиски. 2 бутылки Беллс за 800 рублей. Мы идем дальше. Мы идем дальше. Тут даже его спиды есть. А вот большие. Да ладно. Большой велик. 5000. Ха-ха. А мы велосипед с собой везем. Вот идиоты. Слышишь? Я говорю, вот мы с тобой велик с собой везем. А там он 5000 стоит, большой. Большой. Но. Палатка 3000. Вот такая вот большая кухня. Палатка кухня. Да все. Да все. Все есть вообще. Это реально. Уже мы. Карту мы сейчас возьмем по-любому на кассе. Потому что лента есть дальше от Красноярска во всех крупных городах. Палатка. Подарочная карта ленты. Это номинал от 10 рублей и ниже. Гарантированно полезный и нужный подарок. За подробной информацией обращайтесь на кассу. Лента. Иду-иду. Я на паузу нажать не буду. Сейчас мама придет. Вот она мама. А вы не туда пошли, не в ту сторону. Овощи конечно подороже здесь. Чем где мы? А в Улан-Удэ по-моему. В Улан-Удэ самые дешевые были. Но есть доступная цена. Мне кажется все равно дешевле чем у нас. Дешевле чем у нас. 5 килограмм. 5 килограмм картошки 160 рублей. 32 рубля килограмм. Ну как бы не дешево. Орешки. Орешки. О-о-о-о-о! У-о-о-о! Так! Огурцы. в общем успеваете есть на байкале иначе придется вам покупать вот в таких упаковках шучу вот он омуль тоже как бы на байкале он был дешевле но это естественно он живая за живую 500 нормально как бы у нас замороженная столько стоит даже по-моему подороже а карпов разобрали ну он последний осталось а вот тут охлажденка лежит горбуши 200 охлажденка вот ждем на мясо пойдем мясо покажем людям охлажденное сколько стоит шашлык дешевле чем у нас свиной двести тридцать девять у нас и а курица креветки развесные думаю, что дороже примерно так же, не знаю храбовые палочки салатики от 9 рублей за 100 грамм и до 500 рублей до 50 рублей за 100 грамм на это, нажми на паузу яйцо отборное в таких коробочках красиво 60 рублей за 100 грамм вот мы в паузу вот мы в паузу вот мы в паузу купили мы карту и карту, естественно, на кассе сумма у нас вышла 2000 грамм и карта стоит 200 рублей и мы дважды ее купили за 1 ну, как бы в центр не поехали потому что это еще полдня тратить и в итоге мы вообще везде сегодня потратим хочется уже ехать дальше магазинчик вам поснимаем вот так вот все цивильненько на госпромовской заправьте даже поленальный столик есть так что всем путешественникам советуем